Собрание депутатов Нинецкого округа продолжается формирование 9-го созыва Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Новый состав будет сформирован из представителей молодежных палат, муниципальных образований, общественных объединений и других организаций. Познакомиться с работой депутатов изнутри, научиться работать в правовом поле – это лишь малая часть того, что может дать Общественная молодежная палата молодым и амбициозным жителям округа. Первое, что дает Общественная молодежная палата – это контакты всевозможных уровней, в том числе межрегиональных. И тот обмен опытом и те связи, которые мы создаем между другом, коммуникации, они в первую очередь служат саморазвитию и вложению своего человеческого капитала во все сферы общества. Это общие слова, но когда мы начинаем от общего работать точечно, так или иначе находим те точки, векторы, заставляя двигаться и изменять мир вокруг себя. Молодежная палата при собрании депутатов Ниньского округа действует с 2007 года. За десятилетия в молодежном парламенте сменилось 8 составов. Как считают ее прежние участники, это необходимая школа для тех, кто хочет прийти в политику уже подготовленным. Членство Общественной молодежной палаты, активная работа в ней, помогает приобрести вот эти лидерские качества и навыки руководства. Это первое. А сам вспоминая те годы, в принципе, вот то, что сейчас перечислил, я это приобрел, будучи в нескольких составах молодежной палаты. Многие проекты мы, в том числе законотворческие, мы запустили еще в палате. Потом некоторые из них я уже, стали законами, когда я уже вступил в полномочия депутата, собрания депутатов Ниньского автономного округа. Это, что скажу, отличная классная школа, необходимая для будущих политиков. Молодые парламентарии решают разные задачи, в том числе внесение инициатив при разработке и обсуждении окружных законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи и не только. В седьмом созыве мы достигли, организовали на территории округа итоговое тестирование, историческое тестирование, которое всероссийское, принимает округ участие, наш постоянно сейчас. По тестированию Великой Отечественной войны тоже проводится весной. Также принимали мы участие в обсуждении законопроекта по выделению денег по материнскому капиталу. То есть, в принципе, успехи определенные есть. Структура молодежной палаты повторяет структуру собрания депутатов. Здесь также сформированы три постоянные комиссии. Одна из них по социальной политике. За двухлетний период работа комиссии по социальным вопросам в действующем составе провела множество общественных мероприятий. Некоторые из них уже стали доброй традицией. Перед нами встал вопрос о том, что дети в регионе, которые имеют особенности в развитии, не были задействованы практически нигде. И мы решили создать региональную общественную организацию, которая называется «Особое детство не низком этаномном окке». И сегодня мы полноценно действуем. Все те проекты, которые мы реализовали за двухлетний период, они легли в основу нашей работы именно в некоммерческой организации. С этими детьми мы сегодня проводим бесплатные занятия. С этими детьми мы опять планируем ежегодную елку. Владимир Абрамов – член действующего созыва молодых парламентариев. Намерен войти в новый состав молодежной палаты. Говорит, что остались нереализованные проекты, которые новому составу будет сложно продвигать. Кроме того, считает, что такая работа дает возможность для участия в различных форумах. Участвовали в федеральных форумах, таких как «Молодежная команда страны». Там мы встречались с спикерами, с нынешними большими политическими деятелями. Это помогло нам в дальнейшем участвовать в праймере «Единой России», где я принимал участие как кандидат от партии «Единой России». Второе событие, наверное, это арктический форум «Ледаков», где мы выступали с докладом о развитии туризма в Ниньском автономном округе. И на уровне Ямала-Ниньского, по сравнению с Ямало-Ниньским автономным округом, мы довольно-таки ярко выступили и показали, что наш округ довольно-таки перспективный для развития туризма. Отчетное заседание Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ниньского округа состоится 12 ноября. Молодые парламентарии отчитаются за двухлетний период работы перед окружными депутатами. Они участвовали в более чем шести форумах. Один из них, по-моему, был даже международный, а это предварительная работа. То есть человек не просто туда едет, но он готовится и выступает, участвует в мероприятиях, потом отчитывается. Мы провели, по-моему, больше десяти встреч с представителями различных органов власти НАО, федеральных органов власти и просто с известными людьми. Ну, и просто каждый день ребята ведут работу, общаясь с молодежью, собирая информацию, предоставляя сюда, в собрание депутатов. В девятый состав палаты войдут 15 молодых законодателей в возрасте от 18 до 35 лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв из десяти кандидатов. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте собрания депутатов. По всем вопросам обращаться по телефону 4-28-81. Прием заявлений продлится до 15 ноября.